всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у меня очередной хобби влог и я буду раскрашивать котики мурмур терапии я уже выбрала для себя здесь иллюстрацию в прошлом месяце раскрашивала вместе с мариной вот этого котяру питерского ну как по мне это питерский кот в этот раз в общем то тоже буду кота раскрашивать вот этого тогда у меня будет целый разворот ну я себе представляю что это наверное такой котик который зимой спит себе и мечтает что будет лето поедет с хозяевами на дачу что его туда отволокут и он будет гулять себе в свое удовольствие ну в общем сейчас буду раскрашивать частенько крашу котиков масляной пастелью пентель как раз по моему в прошлом влоге я говорила что пользуюсь и редко но это действительно так но иногда мне очень нравится вот пентель ские ручки эти которые двойные они очень хорошие мне понравились и в принципе вполне себе нравится эта пастель а вот кисточку кисточку терпеть не могу с резервуаром для воды но это кому что в общем то она у меня видите так немножко разваливается но вроде бы да пока еще листочки держите вот здесь потом можно будет подклеить то что она пока не развалилась это хорошо но зато уже но раскрывается нормально в общем хотя вот там где надо видите раскрывается с трудом ладно я возьму сейчас прищепку и никаких проблем не будет сейчас подберу цвета сейчас вместе выберем так у меня вот вот так вот стоит это постели поэтому вечно она у меня сваливается несмотря на то что и вот эта штучка есть и вот это все равно как-то так ну что какие будут цвета наверное вот этот вот будет цвет этот всегда забываю надо подписать какие я вообще-то номера я использую и вот этот вот как он называется какой номер она он просто типа коричневый вот я думаю что они и подойдут прекрасненько так остальное я поставлю так ну и приступлю мне вообще нравится вот иногда раскрашивать мелками потому что вообще никогда не знаешь какой результат получится всегда так наугад все раскрашиваешь ну здесь типа направление шерстки показано но я вообще шерсть раскрашивать не умею честно говоря не собираюсь учиться ближайшее время потому что мне это не надо я раскрашиваю для себя и в свое удовольствие ну вот но здесь тем более это такая отдыхательная картинка хотя да кто умеет прорисовывать шерстку то тут вообще может получиться просто супер но я хочу получить удовольствие расслабиться и отдохнуть и мне нравится такой эффект неожиданности но здесь нужно в несколько слоев конечно пастель накладывать растирать накладывать но по крайней мере я так делаю как на самом деле я не знаю вот в общем то так я сейчас тоже буду делать то есть растирать еще раз накладывать но если не хватит но я думаю что одного слоя точно не хватит как мне кажется так ну вот как раз таки платочек я использую ашановский они самые такие простые дешевые но меня устраивают ну и в общем растираю но я уже вижу что придется добавлять цвет потому что пока это так можно сказать все почти однотонная такая база котика я уже раскрасила в несколько слоев может быть я еще получше разотру сухую пастель но здесь наверное 45 слоев ну и с каждым слоем я как бы наносил вот из тех что выбрала более такие темные оттенки ну в общем как то так чистая дыхалочка вот здесь вот нужно сейчас еще нанести потому что где-то пастель на при растирании прямо так хорошенько стирается поэтому сейчас вот здесь добавлю но сверху это акварель может быть это даже питерский кот который видит просто такой летний город во сне ну и нужно будет сделать фон фон будет ну может быть такой вот что-то в этом роде с обратной стороны здесь конечно не охота нет наверное знаете что сделаю к я здесь фон сухой пастелью потому что с этим фоном я еще ничего не решила в принципе ничего протекает не будет но все равно лучше наверное будет сухая пастель возьму мунга она наиболее такая темная и будет нормально добавила я сюда любимых блесток ну вроде бы как хотелось каких-нибудь звездочек сделать но клеить сюда именно пайетки как я это делала в золушке мне не хочется потому что но нет на самом деле можно я даже наверное и приклею но сначала хочу придумать что тут сделать буду ли я какой-то фон делать скорее даже придумала какой вот я его сначала сделаю уже потом но это вот как руки дойдут тогда уже можно будет и здесь закончить с фоном в принципе можно пайетки сюда еще добавить тогда будет хорошо вот ну да бы а добавила я сюда зеленых и любимых голографических так ну и следующее по плану у меня это волшебный мир средиземья мы здесь красим вместе с оксаной и красим по порядку прошлый раз была вот эта иллюстрация но не активно знаете как могла в общем то ну и сейчас приступлю к раскрашиванию вот этой иллюстрации сейчас только я погуляю с ушастым и приду и приступлю но здесь тоже будет и фикс прайс и ашан и полихрома с и дервенты д всего по чуть-чуть будет короче где-то манделузы и да и даже не где-то точно будут как-то так так я уже подготовила для себя необходимые карандаши которые могут пригодиться не факт что я все их использую но тем не менее вот все что так или иначе как правило я здесь применяют то положила рядом но начну вот с этого персонажа он у меня практически всегда в синей одежде это карандаши из фикс прайс 36 цветов премиум они у меня на кончиках подписаны от 1 до 3 потому что как правило я три карандаша использую и также там на каждом карандаше у меня значки здесь такая решетка то есть это как раз означает группу карандашей то есть например вот которые можно вместе использовать где-то у меня сердечки где-то кружочки так экономится время потому что уже как бы подобраны сочетания и просто сравниваешь цифры значки и берешь так что у него и шляпа и все все синяя такое но кроме обуви сумки вот одежда конечно него синяя но не знаю мне просто нравится этот цвет поэтому уже и использую но иногда я так наугад разным одежду делаю кому какую придется потому что если всегда в одних цветах красить но мне лично надоест я бы уже не красила столько месяцев подряд иллюстрация а так хотя бы какое-то разнообразие присутствует ну и карандаши такие мягкие классные бумага здесь вполне себе приличные я хотела так всего по чуть-чуть и шля и шляпу на камеру вот немножко так по раскрашивать на общем в итоге получится что я ее сейчас всю раскрашу в общем тоже неплохо а потом еще везде набросают такие цветовые пятна чтобы вы имели представление чего я вообще собираюсь как тут красить хотя кто смотрит видео постоянно примерно и так догадываться еще немножко пройдемся не люблю такие большие поверхности красить но для меня это много с переходами уже сложно получается так ну что вот этому персонажу частенько я одежду типа вот жилетку и брюки крашу этим карандашом из музея ван гога но это тот же каханур но он более мягкий такой шестигранник у него интересная цветовая палитра вроде бы она казалось бы по мнению на на большинство не сочетается но как видите эффект очень прикольно особенно это что они не но я считаю что все сочетается везде совсем главное было бы мера сейчас возьму металлики я думала золото взять или серебро но все-таки решила остановить свой выбор на серебре тут прям два карандаша не такие идеально друг другу подходит вот светлое серебро темное серебро очень здорово сейчас посмотрим что получится но блестеть однозначно будет серебро мне как-то намного ближе чем золото так что где можно я стараюсь серебро использовать трубки им сделаю мэджиком ну хоть что-то здесь есть раскрасить ими я уж очень люблю просто страсть как так и серым волосы это тоже серый из фикс прайс у меня два оттенка ну собственно в наборе два сейчас раскрашу мне хватает хотя вот рядом лежат еще серые цвета в том числе и magic и но это я оставлю для чего-нибудь другого на этой иллюстрации а для волос бороды вполне этого хватит как мне кажется более чем и черным вот здесь вот выделю как всегда в последние месяцы у меня это раскраска является долгокрасом хотя мне нравится то есть я крашу в принципе с удовольствием на почему-то процесс идет очень медленно поэтому буду красить постепенно каждый день по чуть-чуть так в течение дня подходить к раскраске сейчас еще по раскрашиваю потому что вот тут вот будет сложно хотя в принципе я представляю как она будет здесь вроде бы все стандартно цвета как бы уже давно подобраны но вот что-то как-то у меня сейчас медленно идет процесс ну камушки я сделаю даже не знаю возможно это будут magic и кстати я получается только один серый magic достала надо бы два где-то будут magic и где-то может быть манделузы как-то так ладно я этот влог буду завершать если видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео заглядывайте в инстаграм три семерки рыжие три восьмерки спасибо вам за просмотр хорошего настроения вдохновения здоровья уютных раскрашивательных вечеров увидимся в следующем видео всем пока пока